Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Суть вопроса следующая. Так получилось, что мои родители развелись, когда я ещё не родилась, поэтому я не знаю, что такое отец, у меня воспитывала мама одна. С самого детства мать была требовательна, старалась брать всё под свой контроль, раздражалась по пустякам, могла и часто повышала голос. Честно признаться, я её боялась в детстве, она никогда не была для меня примером, а скорее антипримером женщины и человека в целом. Всегда внушала свою точку зрения, видя не на этот мир, поскольку моё мнение шло вразрез, с её возникали первые конфликты. С годами ситуация более усугубилась, сейчас мне нет никакого желания общаться с натурью, поскольку нет доверия к ней. И как я понимаю, всё идёт из детства, она не смогла как родитель выстроить со мной доверительные отношения. Сейчас мне 21, я живу своей жизнью в другом городе, отдельно от своей мамы. С ней мы не общаемся, она обижается и считает меня виноватой в таких отношениях с ней, говорит, что я плохая дочь. Я не считаю ни себя, ни её виноватой, не хочу жить с этим чувством вины. У меня нет претензий к своей матери, но есть небольшая досада, что всё так. Особенно, когда вижу, как мои друзья тепло общаются с родителями, а у меня отца и так не было, а смотришь всё плохо. Подскажите, пожалуйста, как избавиться от этого чувства досады и сожаления. Обиды на неё нет, я давно приняла свою мать такую, какая она есть. Просто что мне нужно сделать, чтобы я в будущем не проецировал плохой опыт общения с матерью, на свою жизнь, своих детей и так далее. Заранее спасибо за ответ. Ну, самым лучшим способом, конечно, было бы пойти на психотерапию, потому что у вас есть и травма, у вас всё таки есть обида. Несмотря на то, что вы говорите, что её нет, это чувствуется, чувствуется, что у вас есть обида. И, в общем-то, вы глобально, как мне, кажется, не очень хорошо опираетесь на себя, а больше пытаетесь опираться на свою маму. Ну, и, в общем-то, сейчас вы живёте за счёт какого-то вот, ну, можно, можно, наверное, так сказать, да, что сейчас вы живёте за счёт какого-то протеста против своей мамы, да. Вот, и, на мой взгляд, это вот, ну, далеко не самая лучшая опора, которая могла бы у вас быть, вот, как мне, по крайней мере, кажется, да, вот. То есть, ну, в смысле того, что у вас могла бы быть немножечко другая, может быть, более, более, так скажем, лучшая опора, вот, на себя в том числе, вот, ни в коем случае не на маму, вот. А вы в этом смысле, как мне кажется, пытаетесь всё-таки и своей маме вот что-то доказать, да, вы пытаетесь, и, как мне кажется, себе что-то доказать и так далее. Вот. Вот. Вам сейчас сложно, и это, в принципе, вполне понятно. Сложно вам за счёт того, что вы, вы так и не стали себе другом, как мне кажется, за вот это всё время. Да, вы обвиняете, в общем и целом, свою маму, говоря о том, что она, ну, не смогла выстроить с вами доверительных отношений, и это правда. Вы право в том, что она действительно не смогла с вами выстроить доверительных отношений, но, как мне кажется, как мне кажется, вы на это, на этом. Чересчур заостряете своё внимание. И, в общем и целом, получается так, что другие вещи вы, на мой взгляд, игнорируете. Вот. И этим очень сильно обделяете себя. Ну, например, вы игнорируете собственную ценность, вы игнорируете собственные желания и потребности, вы игнорируете собственные ценности свои. Всё это вами игнорируют. Соответственно, ваша задача, во-первых, увидеть, что, несмотря на то, что вы живёте вот одна, да, и живёте вроде как сейчас вот своей жизнью, всё равно вы, по моим ощущениям, от мамы своей зависимы. Вы зависимы от неё. И в этом смысле ничего особо не поменялось. Это первый момент, да, то, что вы по-прежнему от неё зависимы, то, что вы по-прежнему, по-прежнему пытаетесь, как бы, вот, что-то доказать своей маме и претерпуете от неё. И всё, и то, что вы, вот, в какой-то степени, ну, перекладываете, на мой взгляд, ответственность за то, что с вами происходит на вашего отца, вот, в том числе, вот. А идея, это, на мой взгляд, ну, далеко не самое лучшее и, ну, далеко не самое хорошее. Потому что, да, у вас не было отца, но вы можете самостоятельно, в принципе, как мне кажется, дать себе всё то, что не получили от, ну, своего пап. Вот, но только при, как мне кажется, том условии, если вы сами себе позволите это. Только если вы, вот, в какой-то степени разрешите себе быть живой и начнёте, наконец-таки, жить. А сейчас это сделать, на мой взгляд, довольно затруднительно, потому что вы живёте, вот, в парадигме обиды и парадигме борьбы. Вот. В парадигме обиды и в парадигме борьбы со своей мамой. Вот. И, соответственно, по этой, как мне кажется, причине у вас ничего особо не получается. Вот. Хорошая новость, на мой взгляд, заключается в том, что всё можно решить. подкорректировать. Хорошая новость, на мой взгляд, заключается в том, что всё можно подкорректировать. Вот. Хорошая новость, заключается в том, что вы можете дать себе то, что вам нужно, вот. Но для этого необходимо начать больше внимания уделять всё-таки именно себе, вот. а не своей маме. И, конечно же, очень важно прожить те чувства, которые, вот, ну, которые у вас, так скажем, были и есть. Вот. Прожить их и заметить, что там, как бы, есть ещё, да, то есть вот, ну, помимо, помимо того, что вы уже описали. То есть, например, есть досад, да, ну, допустим, у вас есть досад, досад на маму и так далее, да. Вот. А что там есть ещё, помимо, вот, ну, помимо чуфы досады? Я более чем уверен, что что-то там ещё есть. Вот. Вот. Вопрос заключается в том, что там ещё есть, помимо, помимо вот того, что вы, собственно говоря, описали. Вот. Вот. И когда и если вы будете уделять этому достаточно внимания, когда вы научитесь это замечать, когда и если вы научитесь это замечать, вот. то, мне кажется, что ситуация начнёт выправляться. Вы и с мамой сможете общаться и отношения выстраивать с ней, там, ну, грубо говоря, может быть не идеально. Это будут, конечно, отношения, но, по крайней мере, они какими-то будут, да. И, на мой взгляд, вот то, что вам нужно сделать, это спросить себя, а вот как я реагирую на то, когда мама мне это говорит, говорит, что я плохая дочь. Вот. Понимаете, какая штука. Вот. То есть, тоже, как бы, постарайтесь на это обратить, ну, вот, внимание. Вот. И, как бы, это тоже очень важный момент. Поэтому нет такого, что вы что-то сделаете и сразу всё пройдёт. Вот. Понимаете? Это планомерная работа над собой, в первую очередь. И работа, восстановление себя и так далее. Вот. Так что, мне кажется, что вы здесь центрируетесь, вот, на определённой, кажущейся вам проблематике. Но она, на самом деле, несколько более глобальна, она несколько более широка и связана с вашей личностью. Которую, на мой взгляд, необходимо как раз-таки восстанавливать после тех негативных, как бы, моментов, которые у вас, ну, в вашей жизни были. Вот. Вот, в принципе, то, что мне бы хотелось вам сказать сейчас с точки зрения психологии. Вот. Мне, конечно, безумно жаль, что вы оказались в такой ситуации. Мне, конечно, безумно жаль, что вы переживаете это. Вот. Вот. Но хорошим стимулом, хорошим началом было бы посмотреть, а вот, когда вы смотрите на других родителей, да, вот, на то, как общаются другие люди со своими родителями. Вот. Ага. Чего вы хотите в этот момент? Вот. Какие у вас желания? Какие чувства? Вот. Вы бежите от них. Вот. И тем самым не даёте себе возможности жить, не даёте себе возможности развиваться, к сожалению. Такие дела. Вот. Я бы, наверное, так ответил бы вам на вопрос, который вы задаёте. Вот. Избегая при этом каких-то советов прямых. Вот. Избегая каких-то прямых в данном случае, наверное, рекомендаций, потому что мне кажется, мне кажется, что рекомендации в данном случае давать рановато. Нужно с вами пообщаться сначала. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи!